Одним из главных вопросов повестки заседания Совета депутатов стал отчет об исполнении бюджета городского округа Щелково за 2021 год. Финансовый документ, определяющий основные итоги бюджетной и налоговой политики, был составлен в соответствии с действующими федеральным и региональным законодательствами. В рейтинге областного правительства финансово-бюджетная политика городского округа Щелково признана лучшей в регионе. Те результаты, которые демонстрируются округом, оценены на федеральном и региональном уровне. По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, городскому округу областью присвоена первая или наивысшая степень управления с наибольшим количеством баллов. Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в размере 10 миллиардов 797 миллионов рублей, по расходам 10 миллиардов 15 миллионов рублей с профицитом в 782 миллиона рублей. Также депутаты заслушали отчет общественной палаты о работе в 2021 году. Тема доклада – состояние и развитие институтов гражданского общества на территории муниципалитета. За отчетный период было проведено два пленарных заседания, пять заседаний совета, четыре круглых стола, 24 заседания профильных комиссий и рабочих групп, 11 мероприятий общественного контроля. Принято участие в более чем 200 различных публичных мероприятиях, в которых было задействовано более полутора тысяч человек. Алексей Фураев отметил, что один из важнейших институтов гражданского общества – волонтерское движение, в котором принимает участие все большее количество граждан. В округе по своим размерам вовлеченность населения в добровольческие команды достигла 40 тысяч. На заседании депутаты внесли изменения в земельный налог на территории округа. Решение принято с целью предоставления 50-процентной налоговой льготы для многодетных семей при оплате одного земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного или дачного строительства, введения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в ранее принятое решение об утверждении бюджетных средств на финансирование выполнения депутатами наказов избирателей. Эти уточнения касаются целого ряда работ. Установки видеонаблюдения на стадионе «Труд» и в спортивно-досуговом центре «Факелн» в Афрянове. Приобретение оборудования для Дворца культуры имени Чкалова, Щелковского театра, детского сада 21 «Загоряночка» и школы номер 17. Завершилось заседание принятием решения о награждении работников библиотек в связи с их профессиональным праздником. За добросовестный труд и высокие профессиональные качества они будут награждены почетными грамотами Совета депутатов. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...